Ваговская классика Тигуан Такая же система и на А3, и на Ку3, и на куче других машин Опорные кронштейны нижнего переднего рычага, задние, вот они Начинают стучать с годами, со временем Вот здесь такой есть железный штырь, на который одевается этот кронштейн Он, видимо, с годами изнашивается Да и у владельцев бэушных Тигуанов денег особо на оригинальные запчасти нету Поэтому ставят дешевые заменители, и они стучат буквально уже через месяц Вот этим кронштейном, ну, месяца полтора Пробег где-то тысяч семь-восемь, и уже замечено, что начинают стучать Решили пока не ставить хорошие оригинальные кронштейны, которые стоят адски А просто вот так обмануть систему В подвешенном состоянии один мой хороший знакомый, который изобрел эту систему Пожелавший остаться неизвестным Вот так сделал В подвешенном состоянии снимаем опорный кронштейн Все это обезжириваем Отверстие в саленблоке и сам вот этот штифт рычага На обезжиренную поверхность наносим стекольный герметик Герметик для вклейки автомобильных стекол И все это собираем Излишки убираем, вот он вылез И оставляем машину вот так в подвешенном состоянии До момента высыхания герметика Ну в нашем случае это вечером ставим, утром человек забирает Система несколько раз опробованная Ну работает, не хуже чем замена на такие же фуфлыжные Вот эти стоили по-моему 650 рублей один кронштейн Оригиналы там что-то по-моему больше 3000, да? Хорошие около 2000 Вот, а стекольный герметик 400 рублей за бутылочку Его хватит на долгие-долгие годы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!